Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! С вами портал экзегет.ру и священник Александр Сатомский, преподаватель кафедры теологии Ярославского государственного педагогического университета и Ярославской духовной семинарии. Мы продолжаем наше знакомство с книгой «Экклезиаст» и перед нами пятая глава. «Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово перед Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле, поэтому слова твои да будут немногие, ибо как сновидения бывают при множестве забот, так голос глупого познается при множестве слов». В последующих главах мы увидим системное противостояние автора-экклезиаста традиционной израильской мудрости. Мудрости представлены, например, как мы уже говорили, идеологией книги-притч. Однако мы видим, что традиционный корпус идей не отвергается авторам полностью, здесь нет желания к деконструкции как таковой, а лишь несогласие с простой теодицей, с простыми способами оправдания благого Бога за наличие в мире зла. Идея о благе немногословности в отношениях, например, между людьми, озвучивается и в притчах. «Скуда умный высказывает презрение к ближнему своему, но разумный человек молчит». Одиннадцатая глава притчи. Равно как и мысль о том, что молчание украшает всякого. «И глупец, когда молчит, может показаться мудрым, изотворяющий уста свои благоразумным». Семнадцатая глава книги «Притч». Впоследствии прижившийся текст у нас в выражении «помолчи, за умного сойдешь». Но здесь несколько стихов, в которых автор отвлекается ненадолго от социального поля и саморефлексии и рассматривает отношения с Богом. Это прямое продолжение последнего стиха четвертой главы, начавшего тему. Там говорилось о правильном вхождении в дом Бога, где предпочтительнее слушать, нежели возносить жертву. Мы упоминали, что в этом Экклезиас соотносится с пророческой традицией, как, например, говорит пророк Осия. «Ибо я хочу милости, а не жертвы, и боговедения более, нежели всесожжений». В шестой главе своего текста. Ту же мысль продолжает Соломон и относительно молитвы, говоря, что не в многословии заключается она, а в трезвости, собранности и внимании, упирая при этом на дистанцию между Богом и человеком, говоря «Бог на небе, а ты на земле». То есть, по сути, озвучивая ту же мысль, что и автор притч, говорящий «начало мудрости – страх Господень». Это, собственно, первая глава книги «Притч». Но если в притчах эта тема напрямую озвучивается более десяти раз, про страх Господень, то экклезиаст ни разу не сформулирует ее в таком виде. Но, как мы увидим, даст на это вполне однозначное указание. Иудейские комментаторы указывают, что Моисею достаточно было нескольких слов, чтобы исцелить от проказа свою строптивую сестру Мариам, сказав «Боже, исцели ее». Равно как и в день искупления Йом-Кипур, первосвященник с краткой молитвой входил в святая святых, после чего удалялся оттуда. Среди христианских комментаторов эти стихи рассматриваются больше применительно к богословию, нежели к молитве. «И безопаснее, и благочестивее веровать, что Божие величие превыше разумения, нежели определяя границы славы Его какими-нибудь другими предположениями, думать, что не существует ничего выше постигаемого разумом», говорит святитель Григорий Низкий. В Новом Завете мы слышим слова абсолютно солидарные с Соломоном, произнесенные Христом, говорящим «Молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны». О важном значении этих слов для нас и говорить не приходится. Как в деле храмового ритуала мы имеем, как правило, большее рвение к исполнению конкретных практик, чем к моральным заповедям, так как всякий ритуал как сумма действий всегда осуществим и временно ограничен, то есть, проще говоря, имеет ясно обозначенные начало и конец, как любое другое дело. Да, то ведь процесс исполнения моральных заповедей таких границ не имеет. Более того, в Новом Завете Христос из ограничивающих заповедей закона выведет поистине безграничные заповеди благодати. Та же ситуация у нас и с молитвой. Это слишком субъективное состояние, чтобы не имея достаточного навыка внутренней жизни понять, хорошо ли или плохо ты молишься. А вот критерий «много-мало» ясен и понятен. И как в большинстве жизненных ситуаций мы предпочитаем выбрать «много», так же и здесь для пущего эффекта мы предпочитаем взять «количеством». Безусловно, у этого есть и обратная сторона. За нашим немногословием может скрываться не духовная зрелость и страх Божий, а обыкновенная человеческая лень. Да и Христос призывал быть упорными и настойчивыми в молитвах. Но универсального рецепта здесь, как и во всяком внутреннем делании, не существует. Отметим только еще раз, что само по себе число молитв никак не влияет на их принятие, слышание Бога. Когда даешь обет Богу, то немедли исполнить его, потому что он не благоволит глупым, что обещал, исполни. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою и не говори перед ангелом Божьим, это ошибка. Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих? Ибо во множестве сновидений, как и во множестве слов, много суеты, но ты бойся Бога. Ветхий Завет настаивает, «Если кто даст обет Господу или поклянется клятвою, положив зарок на душу свою, то он не должен нарушать слово своего, но должен исполнить все, что вышло из уст его», говорит 30 глава книги Чис. Обеты, клятвы, то есть конкретные, изримые воздаяния от человека Богу за помощь и успех в просилу, это традиционная религиозная форма для всякой религиозности вообще. Брежневосточный регион в этом не исключение. Вативные дары, стелы, посвященные Богам, воздвигнутые в благодарность алтари, во множестве встречающиеся памятники в данном регионе. Нужно отметить, что Ветхий Завет указывает на то, например, как патриарх Иаков воздвигает памятный знак на месте явления ему Бога и возливает на него жертвенное масло, тем самым и вознося жертву, и помазывая, то есть посвящая Богу жертвенник. При этом произнося обет о своем будущем, обещая в случае его успешности посвятить данное место Богу как регулярный жертвенник, дав сюда средства к постоянному его содержанию. И это не единичный пример. И в христианской культуре обет достаточно регулярная практика, пришедшая в нее с тех же самых древних времен. Те же вативные дары на иконах, иногда даже в традициях древности, воспроизводящие просимое или полученное, да, то есть, например, отлитые в серебре и золоте младенцы, здоровые органы, глаза, руки и прочее, вплоть до автомобилей, обетные храмы, а в случае сильных мира всего даже обетные монастыри. При этом никакой обет не является залогом благополучного исполнения просимого, не вводит нас в товарно-денежные отношения с Богом, как будто бы ему была нужна золотая подвеска на икону, новый храм или монастырь. Все, что ему нужно, это чистое человеческое сердце, полное любви и милосердия. Конечно, из усердия к Богу можно давать такого рода обеты, но преподобный поисий святогорец указывает, что, желая прославить Бога, лучше не приобрести в храм новый очередной потир, пусть на котором даже служатся святейшие из таинства, литургия, а воспользоваться другим жертвенником, на который указывает святитель Иоанн Златоуст, говоря, что во множестве эти жертвенники установлены в каждом селении. Эти жертвенники – нуждающиеся члены христианской общины. Престарелая вдова, бьющаяся за заработок многодетная семья, оставшиеся без крова люди и так далее, не пьяницы и тунеядцы, а честные люди, не могущие выбраться из финансовой ямы, оказанная им помощь и будет приятнейшим всесожжением перед лицом Божьим. Что, по слову апостольскому, есть чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом, то есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя, неоскверненным от мира, говорит апостол Иак. Пассаж же про ангела добавляет тексту мистичности, хотя слово ангел обозначает в сущности лишь вестник, посланец. И ничуть не менее верный вариант перевода «не говори посланнику» — это ошибка. То есть, когда из святилища придет служитель за обещанным тобой ударом, не говори, что ты был неправильно понят. Также важное замечание и о снах, которым мы часто пытаемся придать какой-то дополнительный смысл, ища в них ответы. За исключением немногих случаев, когда через сон Бог дает некое знание праведнику, Библия воспринимает сны как нечто абсолютно эфемерное. Так, например, говорится, «как сон улетит, и не найдут его, и как ночное видение исчезнет» — говорит о беззаконниках один из друзей Иова, сравнивая их жизнь со сном. Аналогичную параллель мы видим и в Псалтире, в Псалме 89. Толкователи единодушны. «Сновидение есть некие признаки умственной деятельности, некие подобия бывшего наяву и отголоски произведенного чувством и мыслью», — отмечает святитель Григорий Низский. Аналогично мнение и еврейских комментаторов. Виденное во сне обычно появляется из-за того, что человек в течение дня долго предается определенным мыслям, погружаясь в них, — говорит Раши. А в Мецудат Давид написано, когда во сне человек видит смесь множества вещей, это происходит от того, что он наелся разнообразной еды, либо по причине дел, которыми он занимался в течение дня. Общий вывод прост. Не следует искать в данном физиологическом явлении ни вопросов, ни ответов. Если ты увидишь, в какой области притеснение бедному и нарушение суда и правды, то не удивляйся этому, потому что над высоким наблюдает высший, а над ними еще высший. Превосходство же страны в целом есть царь, заботящийся о стране. Здесь мы видим расхождение в вариантах перевода. В одном из вариантов здесь содержатся две разных мысли. Первая, что не нужно отчаиваться в отсутствии правосудия на земле, ибо высоко-высоко страж, очень высоко над ними, говорит перевод. То есть, несмотря на кажущуюся неразбериху, мир соблюдается Богом. Вторая мысль, преимущество земли во всем, а царь возделанному полю. То есть, несмотря на блеск золота, и царь подчинен возделываемому полю. Поэтому земля, плоды ее преимуществуют над всем. В нашем же варианте перевода мы слышим мысль, озвученную главой ранее, в 16 и 17 стихах 3 главы. Как там говорится о беззакониях в местах, где должна господствовать правда, и упоминается о суде, так и здесь озвучивается идея о том, что рыба гниет с головы. То есть, не удивляйся беззаконием и нарушением суда, так как меньшие делают это, смотря на больших, а над всеми ними стоит царь. Это регулярная ближневосточная идея. Утверждение прямой взаимосвязи между моральным обликом правителя и жизнью народа, находящее подтверждение и в Библии. Когда, например, за свой опрометчивый поступок, повлекший язву в Израиле, Давид восклицает, «Вот я согрешил, я поступил беззаконно, а эти овцы, что сделали они? Пусть же рука твоя обратится на меня и на дом отца моего». Это 2 книга Царств, 24 глава. «Кто любит серебро, тот не насытится серебром, и кто любит богатство, тому нет пользы от того, и это суета. Умножается имущество, умножаются и употребляющие его. И какое благо для владеющего им, разве только смотреть своими глазами? Сладок сон трудящегося, мало ли, много ли он съест, но пресыщение богатого не дает ему уснуть. Если первый приведенный нами перевод 8 стиха верен, то мы получаем логичное продолжение фрагмента. Мысль о том, что и царь подчинен возделаемому полю, продолжается тем, что сколь бы ни было серебра, им самим не наешься». Параллель в греческой культуре это царь Мидос, который, испросив себе у богов дар превращать все, к чему он приказался, в золото, потом очень серьезно об этом пожалел и в итоге избавился от этого дара, который параллельно же может восприниматься как и проклятие. Ряд комментаторов видят в словах о сладком сне труженика не простой покой, идущего средним путем, воздерживающегося как от бедности, так и от богатства, а метафору смерти праведника. То есть долгую ли или короткую он прожил жизнь, все собранное его трудами, многое или малое, это плоды правды, с ними он спокойно уходит в иной мир. Но многое стяжание грешника не дает ему пребывать в посмертии и в покое. С общим смыслом книги такое видение соотносится плохо, но озвучить эту грань понимания все же необходимо. Есть мучительный недуг, который видел я под солнцем. Богатство, сберегаемое владетелем его, во вред ему. И гибнет богатство это от несчастных случаев. Родил он сына, и ничего нет в руках у него. Как вышел он на гим из утробы матери своей, таким и отходит, каким пришел, и ничего не возьмет от труда своего, что мог бы он понести в руке своей. И это тяжкий недуг. Каким пришел он, таким и отходит. Какая же польза ему, что он трудился на ветер? А он во все дни свои ел в потьмах, в большом раздражении, в огорчении и досаде. Этот фрагмент, как и последующий, указывает на непрочность, эфемерность всего в мире, в том числе и в мире людей, на приходящее земное богатство. Экклезиаст уже упоминал, тяжело, когда трудится человек, и некому эти труды оставить. Позже он скажет, тяжело, когда есть наследник, но он глуп. Как он распорядится всем, что нажито непосильным трудом? И, наконец, третье. Он же говорит, тяжело, когда и наследник не глуп, но когда случай уничтожает нажитое, и нечего передать потомкам. Каким пришел, он таким и отходит. Эти стихи — полная согласованность с книгой бытия, озвучивающей такой итог для всякого сына и дочери человеческих. «Прах ты, и в прах возвратишься». И этот же стих указывает на труд как неотъемлемую часть человеческого бытия. «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят». Это третья глава книги бытия, девятнадцатый стих. И вот к этой-то части у экклезиаста наибольшее число вопросов, главный из которых — зачем? Зачем трудиться, если человек ничего не уносит с собой в мир иной? Нужно заметить, что у соседей Израиля, египтяных жителей Месопотамии, об этом было радикально противоположное мнение. С конца пятого, начала четвертого тысячелетия до Рождества Христова в Египте появляются погребения, наполненные совершенно разнообразным инвентарем, о которых с точки зрения погребающих необходим усопшему для загробной жизни. Это мотыги, горшки с едой, все вплоть до косметики. Аналогично и в Месопотамском городе Ур в третьем тысячелетии до нашей эры шумеры хоронили вместе с усопшим орудия труда, еду, питье, украшения. Впоследствии в обоих культурах эти традиции только развивались и усложнялись. Ветхозаветная религия противопоставлена этим практикам и в своих текстах настаивает на абсолютной непараллельности существования живых и усопших, на непереносимости чего бы то ни было из одного мира в другой. Как сами тексты, так и их комментаторы, как иудейские, так и христианские, указывают, что единственное благо, которое могут принести накопленные в жизни богатства относительно посмертия, это благо совершенных на эти средства добрых дел. Только благо души может кто-либо вознести с собой. Если, имея деньги, оказывал благодеяние, если славу и почет имея пытался содействовать немощным, то от трудов своих может вознести такой с собой благие дела, говорит Дидим Слепец. Вот еще, что я нашел доброго и приятного. Есть и пить, и наслаждаться добром во всех трудах своих, какими кто трудится под солнцем во все дни жизни своей, которые дал ему бог. Потому что это его доля. И если какому человеку бог дал богатство и имущество, и дал ему власть пользоваться от них, и брать свою долю, и наслаждаться от трудов своих, то это дар божий. Недолго будут у него в памяти дни жизни его. Потому бог и вознаграждает его радостью сердца его. Вопрос о культурных связях идеи простого человеческого счастья мы обсудим позднее. А сейчас лишь отмечу, что не случайно регулярное упоминание о благословении наслаждаться добром во всех трудах своих с ударением на слово «своих» в книгах «Притч» и «Премудрости Соломона» говорится о тяге к неправому приобретению как характерной черте нечестивцев, призыв которых прост. Если будут говорить «Иди с нами, сделаем засаду для убийства, подстережем непорочного без вины, живых поглотимых, как преисподняя, и целых, как нисходящих в могилу, наберем всякого драгоценного имущества, наполним дома наши добычей, жребий твой ты будешь бросать вместе с нами, склад один будет у всех нас», говорит нечестивец в книге «Притч» в первой главе. И они же «Будем притеснять бедняка праведника, не пощадим вдовы, не постыдимся многолетних седин старца, сила наша да будет законом правды, ибо бессилие оказывается бесполезным», говорят они же в книге «Премудрости» в второй главе. На этом понимании настаивает, кстати, и торгумный экклезиаст, говорящий на эти стихи «Пусть едят и пьют от трудов своих, не простирая руки к насилию и грабежу». Продолжение следует...